Глобальный, то что глобальный ландшафт меняется с первой скоростью на данный момент, это несомненно приводит к последствиям управления проектами во всех организациях. Такие организации, международные, мультикультурные, мультинациональные организации, в данном случае можно выбрать все, что угодно, начиная от НЛХО, термогновочной организации, и даже в Международную космическую станцию, если мы пойдем выше в космос, мы сталкиваемся с уникальным набором проблем управления проектами, учитывая сложность проекта, которыми мы здесь занимаемся, и необходимость международных сотрудничеств, особенно в педагогическом технологии. Координация команд, координация коммуникации, координация культур, интегрирование педагогических технологий в работе в таких проектах, особенно при учете того, что существуют большие ограничения условий безопасности, этики и даже окружающей среды. Несмотря на то, что это довольно-таки уникальные проекты, такие методы, они могут уходить в применение в другой организации, в других проектах, мне кажется, особенно накопленный опыт, который мы получили за все эти годы, может быть применен сейчас с наибольшей силой. Первое, о чем мне хочется сказать, с чего мне хочется начать, это буквально недавно разговорился с региональным президентом Сименс, он сказал, по сути, каждый стратег должен быть как ученый, используя данные доказательства для улучшения своего понимания и практики развития проектов. И как ученый, я не могу с этим, конечно, не согласиться, хотя более-то я сказала, что ты ученым, главное, это не говори. Для того, чтобы было внимание, у меня более 20 лет на глобальных научных международных организациях. Я положу на данный момент группы энергетики международной ассоциации проектного менеджмента и, собственно, опыт работы в развитых организациях и с различными структурами позволяет мне говорить о том, как мы можем развиваться в современное время. Сегодня мне хочется немного сосредоточиться именно на научные организации, ЦЕРМ и России, которые уже с нас принимают огромные участия, вносим огромный вклад и немного рассказать о ключевых аспектах работы в этих организациях и применении стратегий, направлений проекта, которые мы можем от них взаимствовать. Мне когда-то очень давно понравилась вот эта конфликта, когда люди выбирали, в какой организации работать, и вот эти европейские космические сообщества, американские космические сообщества и большинство людей, как показатели качества, успешности, эффективности, знаний, выбирала научную организацию, которая включает в себя гораздо больше и страхам, и знаний, и технологий, чем могла бы представить Михаила, декоративная организация, которую мы смотрим рядом. И, в общем-то, если говорить о всемирных коллаборациях, о масштабных проектах такого уровня, первая задача, которая стоит перед такими коллаборациями, это фундаментальные научные вопросы на переднем проекте исследований и технологий. И что в той этапе здесь, включающейся, вот эти задачи исследований и технологий требуют, в самом деле, разбития новых собственных технологий. Это просто необходимо для выполнения этих задач. И, несомненно, для развития таких проектов требуются большие инфраструктуры, сложные, большой объединенные сложности, и глобальные сотрудники на длинных периодах предмени. Мы часто сейчас говорим, что в меняющемся мире, в период адаптации, мы делаем стратегию, устроим стратегию на короткий период времени, мы не можем планировать на длительное время. Как показывает практика работы в таких проектах, как показывает практика работы в других проектах, не оближающихся в научной области, длительное стратегию на длительное время необходимо для того, чтобы мы могли корректировать работу наших проектов, управлять нашими проектами даже в меняющемся ландшафте, даже в постоянной турбулентности в меняющемся мире. И, учитывая задачи, требования для таких проектов, что мы получаем на выходе? Как я уже заметила, мы получаем набросы высокотехнологичные решения, инновации. Если мы возьмем для примера ЦЕР, то построение и большой огромный коллайд, для тех, кто когда-либо об этом слышал, для построения новых инновационных научных технологий требуются инновации, технологии, вне научной поездки, и которые могут быть использованы далеко за пределами фундаментальной науки. Незамненно, их порождают стимулирующие идеи, которые привлекают, как я это назвала, правильных людей, что означает это люди, которые готовы развиваться, готовы, эффективно участвуют в развитии компании, в развитии проекта, и для которых это является основным видом ответственности. Но, несомненно, для совместной работы, для международной коллаборации. Научные коллаборации этих званей – это отдельная структура, но тем не менее, какие принципы она нам приносит, которые могут быть использованы в госпределах ее науки. Наука по своей первой структуре нейтральной, я надеюсь, об этом мы не будем дефектировать, не смотря на теме, что это ландшафтные и происходящие события, что очень важно, и, думаю, оцениваются на основе конкретных результатов, что такое научные результаты, я думаю, объяснять не нужно. Оцениваются эти результаты на основе научных методов и научных сиописов. Мне не хочется сказать, что все должно оцениваться при помощи науки, но тем не менее, вот эти коды научной деятельности, когда мы оцениваем результаты по каким-то подпредельным чьям, играют большую роль в эффективности развития проекта, проектов, проектного менеджмента. Перфекционизм совершенства, то, что присущ на научные деятельности, и то, что поощряет доверительное сотрудничество, означает, что мы доверяем результат своих коллег, и доверяем, но проверяем, уже не так сильно распространено в нашем случае. Результаты достигаются, когда работает определенная корпорация большого количества людей, и также это один из немногих реальных универсальных дипломатических языков. На пути своей карьеры, я могу сказать, что мне приходилось работать с разнообразными, совершенно не совмещающими себя культурными, международными аспектами, и приходилось находить общие решения. То есть это то, в чем наукные коллаборации какого рода не игрывают у многих других проектах. Как пример, церемонизация, в которой я на данный момент прямо нахожусь, и крупнейшая физически-научная лаборатория в мире, основана в 1954 году, и одной из компонентов фундаментальных исследований в области физики, ЦЕРМ как раз-таки способствует международному сотрудничеству. Как я уже сказала, Россия принимает большое участие со временом основания этой организации. Собственно, учредительная конвенция этой организации, это работа гений, мы забыли о том, что это нобелевские руляты сами в себе, генеральные люди, но просто и эффективно. Признание преимущества, многообразие, смело сотрудничество, и результаты эффективности нашей работы, которую мы достигаем за счет именно коллаборации, за счет достижения совместных целей, к которым ученые стремятся. Мы с этой формы, как в научной организации, заключаем в том, что мы предоставим уникальную схему оборудований и технологий, позволяющую производить исследования на физиках научных знаний. Мне больше, чтобы хотели, чтобы мы хотели, чтобы мы хотели, чтобы мы хотели, что любой из этих сказаний, лимопс этих пунктов, может быть перенесен на проекты в любой другой области, Несмотря на какими технологиями мы занимаемся, исследованиями мирового уровня, несомненно, и объединения людей для расширения границ науки и технологий. Помимо науки, часть, которая для нас является очень важной, это нейтральное представление науки, и мы выступаем в обеспечении инвестиций в исследованиях, которые очень часто упускаются в развитии проекта. Когда мы пытаемся действовать, что у нас имеется, в быстром меняющемся мире, развитии инновационных стран и развития инновационных народов является одним из главных необходимостей. Толажение связи между наукой и промышленностью, то что я занималась в последние несколько лет, как раз в Западно-Сибирском регионе Российской Федерации, передача знаний научного сообщества в индустрию промышленности, что является очень сложным проектом, потому что нам все время кажется, что мы идем в разные задачи, и мы идем в разные. А вот объединение этих задач, перемещение волос, задач, помышлений, которые хотелось бы увидеть и с той, и с другой стороны, задача непростая, но тем не менее, как раз и с этапами, которые работают, как и с двойным международным проектом. Ну, а по поколениям, ученых и инженеров, или кого бы то ни было, IT, доктора, надавите здесь опять же свой проект, и кто-то был за нами, кто-то должен работать после нас, и это одна из тоже главный бюджетных организаций. Потому что мы участвуем со средодачей уже на том, что вот сегодня вот этот тарелок, обладание Сибуки мы сделаем, мы достигли успеха, а что будет завтра, что будет после нас. Ну, и стимулирование научного мышления еще большинства людей, кто с него и начала, люди должны, особенно стратегии, думать так, как думают ученые, для того, чтобы эффективность процесса, который мы осуществляем, была гораздо выше. Я попробовала объединить некоторые пункты, которые пользуются для преодоления сопротивления изменений у всех, которые будут участвующие в проектном методе, мы понимаем, что сопротивление изменений и различные подходы, которые мы используем на образование коммуникации, вовлечение участников, содействие и поддержка. Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и свои недостатки. Мне бы хотелось пойти в самый конец, где я говорю про самые быстрые, нервные и самые эффективные с моей точки зрения. Мы часто используем, я не знаю, видимо, мою мышку, манипуляции, кооптации. Это один из методов, как ты, как Игорь, как руководитель проекта, очень часто хочется использовать, когда мы не приходим к никакому решению. Да, этот метод работает, когда мы не приходим к никакому обрабатыванию. Да, в первом стоящее решение можно достаточно быстро и может быть внушить в предыдущие проблемы, но это забирает у нас один из главных пунктов решения людей, которые внутренне эффективно работают вместе и достигать эффективного результата. Демокуляция или принуждение высшестоящих решения, в любом случае, это порождаемо. Хоть оно дает нам быстрое повременное решение, науку неоповедствовать проектами, но тем не менее на длительные стратегии, для развития длительной стратегии, это может быть для проектов, мы проверяли это на практике, один раз в десятки лет, два года. Это довольно-таки большинство для развития, хотя, повторюсь, иногда это так, сколько сильно применимо. Наиболее, единственное, как он играет в поцелете этих изменений, через которые проходит любая организация, научная в том числе, мы поговорим о том, насколько прочен и насколько необходимый проект в данный момент, создание ощущения срочности, создание дедлайнов, которые очень сильно помогают, у нас есть шутка такая в научном мире, определить этот дедлайн и умножить это на два, тогда проект в это время точно завершится. Отсутствие воскладочной мощности руководящей коалиции, когда решение принимается не... Меня все еще слышно, коллега, потому что я перестала вас слышать. Да. Когда возникает, когда нет общего решения руководящих вина. Я только что сказала о том, что манипуляция и решение сверху может убить проект. При этом создание коллектива людей, которые принимают решения, оно тоже необходимо. Если мы возьмем, для примера, опять же, цену, то это всегда управление большими проектами, большим количеством людей. То есть руководящую роль не играет один человек в данном случае, и решение принимается по ходе обсуждения коллег. Недостаточное информирование о видении, то, что я уже говорила о стратегическом видении, как показывает практика, мы информируем свою команду в 10 раз меньше, чем нужно, о том, что должно происходить, какая у нас стратегия, и не только короткосрочная, но и тринносрочная. Мы забываем о том, что должны предоставлены все препятствия идти к этому, снова мы увидим, что мы будем делать, но мы забываем, что в основе таких препятствиях как мы существуем. Поэтому тут необходимо опять же привлекать команду к тому, чтобы помочь с проникть этих препятствиями. В физике следующее решение кономерскими, вот здесь научно-походных наук приважен. Мы в физике объявляем об открытии, когда достоверность наших данных очень близка к страту. Никогда не то, но очень близка к страту. Если кто-то не слышит, я понимаю, что люди науками нас занимают, у них божественная частица. В одном ХИПС, это было такое великое открытие в 2013 году, я принимала в этом участие. Для того, чтобы это достичь, мы ждали почти 50 лет. Потому что личная охрана объявить оправдение иногда приводит к противоположным результатам и к фонуму открываемых результатов. И, что тоже очень важно, наш ЛИПС номер 8, это недостаточное закрепление изменений в корпоративной структуре. Особенно, когда наша команда столь мультикультурно и неждестратитарно, когда мы соединяем совершенно различных людей в один проект. С этим тоже нужно работать. Может быть, мы пытаемся принести какие-то новые, как нам кажется, очень эффективные изменения для работы. Но принятие командой этих изменений очень важно, иначе, а дальше результаты могут ввестись на них. Итак, просто чтобы суммировать то, о чем я говорю, основные стратегии, используемые в управлении научными проектами, это, несомненно, глобальное сотрудничество и объединение людей для расширения границ. Я могу зачерпнуть здесь слово, это науки, но тем не менее науки и технологий. Это требует широкого спектра навыков и импетенций успешного завершения таких проектов за миссией действительно от глобального сотрудничества. Это и обмен ресурсами, это и обмен знанием, это и обмен идеями через, несмотря на географические и культурные границы, и координацию работы между разными командами, расположенными, ну, как мы сегодня с вами в разных частях мира даже. Следующий пункт – это технологическая интеграция. Не только что, как коллеги, говорили про диджитал мир и внедрение высокотехнологичных решений и инноваций, и то, что может повысить эффективность работы и улучшить результаты проекта. Особенно технологическая интеграция, конечно, помогает ввести такие аспекты, как автоматизация корруктивных задач, использование различного программного обеспечения в управлении проектами. Я, как ученый и как человек с большим опытом работы международных организаций, считаю, что нас не поведет искусственный интеллект. Я-то недавно увидела, а что у нас нет проблем с естественным интеллектом. Так вот, я считаю, что профессионал, лидер в управлении проектами человека здесь никто не заменит, особенно в креативности, в инновации, в создании новых идей. Но использование инновационных высокотехнологичных вещей очень сильно помогает в нашей работе. Ну и принятие решений на основе данных, как я уже рассказала в самом начале, это научно обоснованные стратегии, которые широко используются в таких проектах. Это ключевая стратегия для принятия решений. Это помогает улучшить планирование, мониторинг, контроль и гарантирует, что решения являются объективными, обоснованными и согласованными целями проекта. Еще одна из вещей, несомненно, в межкультурных и межнациональных международных проектах, это устойчивость и этические соображения. Все организации все больше признанут важность устойчивости и этики в управлении своими проектами. И это включает разнообразную очень гамму, это и экологическое воздействие деятельности, и этичные практики в работе, и сравнение к достижению глобальных целей, которыми стремятся все члены проекта. Очень сильно это проявляется в проектах такого уровня, как ЦЕР. Но в общем итоге нужно сказать, что адаптативность является самым ключевым аспектом успешного управления проектами, особенно в меняющем сегодня определенном мире, в котором мы с вами проживем, и исследование научных, этот мир появился в научных центрах не вчера, не два года назад, а вот в момент восстановления церкви он там точно был в этой организации, и это позволяет мне адаптироваться, создать реактивные изменения, не инвестируя в принципе, и извлекать максимальную удовольствие в результатах возможностей. Собственно, применение стратегии управления проектами в международных научных организациях может иметь длиннее трансфейд-длинных других организаций, может быть адаптировано в любой другой области, как я уже сказала, адаптировать строительство, образование и здравоохранение. Поэтому я надеюсь, что опыт, который мы наработали в результате коллаборации, в результате участия Российской Федерации в таких проектах, может быть применен сейчас, а именно в данный момент, на дальнейшее развитие наших проектов в другой области. Хочется закончить Луи Дюберпель, просто то, где он говорил, что когда наука от этого отгощается громоздкими административными структурами, то становится более чем необходимо понять свободу в творчестве и унициативе исследований. Спасибо большое. Спасибо!